И вот в этой стене, когда она находилась в начальном своем расположении на узком месте, сформировалась первая суша, которая и стала прародиной всей земли, всех землян. Эта суша располагалась в тот момент в самом центре, которым являлась, естественно, центральная Россия. И по мере развития центральной России и этого континента Русь, который в официальной физике и геологии называется континентом Родиния, Родиния от слова род, вот на этом континенте сформировалась первая суша, первая жизнь. И этот континент преодолел не только внутреннюю землю, которая была на том периоде, узкая часть вот эта, но и последующие развития, когда земля уже стала в форме чаши. И первый континент Русь, он был в форме чаши. Из него потом расползалась вся земля во все стороны. И с другой стороны, этот континент стал сам перемещаться по расширяющейся земле в какую-то сторону. И вот впервые он, возникнув на нашей территории, на Руси, он отползает по течению всех этих материков в одну из сторон. И сегодня на нашей земле этот континент остается правильным, располагающимся на своем месте, но ушедшим от той территории, на которой он появился. Ушел он в сторону юга, потому что расширение идет вот такое, я вам уже сказал. Центром остается центр, а все вещи, которые были, все континенты, которые сгруппированы были в центре, они постепенно расползаются на периферии. И этим континентом на периферии, самым древним континентом по имени Русь, сегодня является Австралия. Именно по этой причине центральная часть австралийского континента загорожена сетками и различными заборами от всех, кто мог бы там поживиться, покопаться, поисследовать. Почему? Да потому что это древняя стадия, опять же, нашей земли. Там центр зарождения был, который отполз в австралийские земли. И как только ученые осознают вот эту мою модель, которую я вам уже преподаю большое количество лет, как только они осознают эту модель, они пойдут туда исследовать и найдут очень интересные артефакты того самого первого времени. Еще раз повторю для вас, что зарождались первые континенты, первым континентом была Русь. Зарождался этот континент и зародился в том состоянии, когда земля была еще внутренней, а потом эти континенты, начиная с русского континента, стали множиться, переходить в состоянии земли, которое она заняла в качестве чаши, потом в качестве плоскости, а потом теперь сегодня уже в качестве сферического тороидального объекта. Еще раз вам отмечу, что тор и сфера это практически один объект, за исключением того, что у тора есть центральная внутренняя дыра. Если мы предположим, что у земли существует проход от северного полюса туда внутрь скволь землю, то мы с вами тогда поймем, что земля это огромный тор, который можно назвать приблизительно сферой, хоть это будет математически неправильно, но геометрически в принципе допустимо. Это примерно форма яблока, когда в центральной части яблока существует вот эта вмятина и ножка, через которую можно проникнуть не только к центру яблока и к этим самым косточкам, но и на противоположную сторону этого яблока. Вот яблоко одновременно является и сферой и тором. Как хотите, можете его воспринимать, обе концепции будут правильными. Так точно выглядеть может наша земля на данной фазе. То есть сначала она была бутончиком, почкой, потом она преобразовалась в цветочек-чашу, про я вам говорю, потом дальше развелась до какой-то плоской опыленной поверхности, а потом уже на этом месте созрела яблочко, которое мы с вами сегодня можем наблюдать, если будем считать, что земля сферическая. Центральная часть этого яблока и есть та самая Австралия сегодня или Древняя Русь в прошлом. Континенты это как лепестки цветка яблока, они постепенно расходятся в разные стороны и образуют яблочное такое цветочное пространство, коим и была наша земля на заре своего существования. Самое главное мы должны с вами понять, что вся материальная концепция, которая нас сегодня пронизывает, она была создана только к началу 20 века, к концу 19. До этого были только сказочные идеалистические представления. Материальности не было никакой. Возможно, ее в принципе не было материальности, а возможно, не было в нашем осознании, потому что мы люди тоже развиваемся в своих мыслях. И тогда до середины, до конца 19 века описание нашей истории и земли шло не историческим текстом, а именно сказочным, мифологическим. И существовали только мифы и сказки. В конце 19 века, когда на Русь из-за черты оседлости пришли библейские люди, они принесли с собой логику материального времени. Впервые об этом заговорил Карл Маркс в своей работе «Капитал» и в других своих работах этого периода. Так вот, именно по этой причине, в связи с тем, что наша Земля приобретает трансформации нового и нового плана, в связи с тем, что древние фазы материков отплывают в другие стороны, в связи с тем, что у нас меняется весь облик планеты и во времени и в пространстве, там и оказалась в Австралии наша древняя позиция по имени Руси, наша древняя Русь, и там сегодня и обитают представители этой древней Руси, те самые люди, которые являются как бы коренными жителями Австралии. Конечно, официальная концепция, она ни в какие ворота не лезет. Мол, эти австралийцы, как утверждают официальные историки, прибыли туда 40 тысяч лет тому назад на своих каких-то лодках, но я вам говорю, что лодок и не было. Самые старые лодки обнаружены на территории Центральной России только в 15-м тысячелетии до нашей эры. В это время нигде, кроме Центральной России, жизни человеческой не существовало. Нет ни одной находки во всем мире, которая была бы датирована достоверно периодом раньше восьмого тысячелетия до нашей эры. И я вам сейчас это говорю в рамках концепции времени и периодизации, которая имеется сегодня в официальной науке. Эта концепция времени неправильная, но поскольку она уже сформирована, приходится к ней обращаться вновь и вновь, чтобы понять, вам в том числе. А правильной концепцией является следующее. В 1492 году состоялось начало нашего мира. Начало нашего мира. С этого момента его включили как кнопку на компьютере, потому что наш мир полностью компьютерный и находится в компьютере. Следующая активная фаза это 1531 год, когда началась поэтапная материализация. И как раз вот в это время зародился тот самый русский континент, на котором и стала образовываться наша человеческая и другая флора и фауна. И об этом я тоже написал в своей книге «Бегущий по лезвию 2053». Подробно все описал со ссылками на научные источники, которые вот только недавно, год или два тому назад были опубликованы в ведущих научных журналах. И это теперь не является никакой такой, знаете ли, но, скажем так, фантастика. И еще в этой связи я вам добавлю вот что. Помните, я вам все время говорил и продолжаю говорить, что Земля наша компьютерный объект, который заселяется мгновенно по одному щелчку всеми формами сразу. Только нужно учитывать расползание континентов, связанные с ростом Земли и так далее, и так далее, и так далее. А вот то, что терраформирование происходит мгновенно, что новая Земля появляется мгновенно и заселяется живыми организмами сразу по мере возникновения, это в прошлом году, в сентябре-октябре прошлого года удалось зафиксировать реально всем ученым нашего мира. В Тихом океане на глазах у всех за неделю вырос остров размером 4 тысячи квадратных километров. Самое интересное, что уже к концу сентября этот остров через пару всего недель он уже зеленел огромными растительными ресурсами и живыми организмами, одним из которых стала землеройка, то есть теплокромная млекопитающая животная. Там же оказались и другие формы высших животных и растений, и все это произошло, как фиксировали наблюдатели, за две недели. Сюжет об этом показал канал РЕН-ТВ со своими объяснениями. Это была одна из первых попыток данного канала несколько популяризировать мои сегодняшние разработки, потому что вот вам живое прям такое, знаете ли, подтверждение. Ну и вы теперь понимаете, своими глазами увидев, и когда это было наблюдаемо всем миром, вы теперь понимаете, что различные материки, различные острова, различные территории формируются быстро, мгновенно и не только со своей всей землей и инфраструктурой, подводными каналами, реками и так далее, но и со всей жизненной формой, необходимой для житья на этом острове, включая человека. Вот как это происходит. Это обычная компьютерная игра, в которой добавлена, в которой добавлена та самая новая земля, которая для каких-то целей введена конструкторами в данную фазу игры. Также происходило в древности развитие всей нашей земли, и ранние фазы от центральной части событий, они ушли на периферию, как уже более, скажем так, ненужные. Самой первой фазой, повторюсь, была нынешняя центральная часть Австралии. Это была центральная Русь, которая утекла туда со всеми континентами и тех древних времен сохраняется как тот исходник, который еще предстоит ученым поизучать.